МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Группа компании «Альянс». Мы строим будущее. Здравствуйте. В эфире программа «День города». О главных новостях этого дня вам расскажут мои коллеги. И я, Валерий Седов. Мусора становится больше, количество отходов рядом с учебными заведениями растет. Просьбы горожан услышаны. По маршруту объезда Астраханского моста появился пешеходный переход. Полюбил я туманные росы. В Рязани работает выставка Анатолия Ларюнина. Судьба купеческого дома. В городе отреставрируют знаменитый памятник деревянного зодчества. Проблема мусора в нашем регионе всплывает довольно часто. Иногда неделями не вывозятся мусорные контейнеры. Временами даже в парках можно встретить различные бутылки и выброшенную мебель. На этот раз внимание горожан привлекло одно из учебных заведений. Рязанский колледж электроники, расположенный в микрорайоне Конищева на улице Бирюзова, окружен большим количеством бытового мусора. В соцсетях рязанцы заявляют, что отходы здесь выбрасывают именно студенты, которые здесь учатся. Примечательно, что в отдалении от колледжа такой проблемы нет. Возле же учебного заведения можно увидеть бутылки, пакеты. Даже пачки из-под сигарет не долетают до урны. Больше всего мусора лежит среди деревьев. Вот здесь вот очень грязно, вот в этой посадке. Местные жители отметили, что культура поведения учащихся не только этого заведения хромает. Часто прохожие сами стараются исправить ситуацию с мусором. Ну я, когда иду, если вижу, стараюсь даже поднимать. Подниму и ближайшую помойку выброшу. Если сами местные жители стараются убраться около этого колледжа, возникает вопрос о том, почему бы студентам не объединиться для того, чтобы собрать мусор вокруг учебного заведения. Для большого количества учащихся такой субботник не отнял бы много времени, зато вокруг учебного заведения воцарился бы порядок. Анна Герцовская, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». Просьбы горожан были услышаны. Во время ремонта Астраханского моста организован объезд и для машин, и для общественного транспорта. О водителях позаботились, а вот о пешеходах нет. Никакого перехода на всем пути не было. Сейчас ситуация изменилась. С заботой не о всех. Подобные комментарии стали встречаться в социальных сетях после появления объезда Астраханского моста. Теперь маршрут автолюбителей и общественного транспорта проходит через улицу Новослободскую, которая к такому наплыву машин, по мнению горожан, готова не была. Причина простая. Нет удобного пешеходного перехода. Но эту проблему поспешили быстро устранить. Сегодня ехала по объездной дороге вокруг цирка, обратила внимание, сделали пешеходный переход по улице Леволыбецкой рядом с цирком. Знаки новые поставили. Когда закрыли мост на реконструкцию, много было разговоров по этому поводу. Нас услышали. Спасибо огромной администрации. А по самому мосту первые машины проедут не скоро. С генеральным директором фирмы-подрядчика Антоном Кузнецовым пообщался новостной портал 62.инфо. Специалист рассказал, что работы по демонтажу конструкции моста начались в середине октября. Сейчас на объекте завершаются работы по строительству кабельной канализации. По словам генерального директора фирмы-подрядчика, основную сложность представляет собой количество коммуникаций, которые находятся в зоне проведения работ. Это больше 60 кабелей, все они находятся под землей. Большую сложность и в трудозатратах, и по времени занимает вынос всех коммуникаций. Как только их демонтаж завершится, то рабочие приступят к устройству основной конструкции. Открытие движения намечено на 25 декабря. Для этого, по словам Антона Кузнецова, нужно возвести три опоры моста из свай и монолитного железобетона и провести сопутствующие работы. Перед подрядчиком поставили задачу максимально сократить сроки работ. Насколько это реально, сам специалист ответа не дал. Пояснил лишь, что нужно учитывать и необходимость проведения работ зимой. Всего к реконструкции моста привлечено 69 человек, из которых 32 трудятся на объекте ежедневно и без выходных. Завершающий этап работ по благоустройству запланирован на 2021 год. Он начнется с наступлением благоприятной погоды и закончится не позднее 31 июля. Валерий Седов, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». В Рязанской области проводятся совместные контрольные рейды полицейских и сотрудников Управления Роспотребнадзора по региону, сообщает опергруппа областного правительства. На предприятиях общественного питания выявлен ряд нарушений в результате контрольных мероприятий. К административной ответственности будут привлечены соответствующие должностные лица. В отношении двух предприятий, допустивших нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, материалы будут переданы в суд для вынесения решения о приостановке их деятельности. Также рейд был проведен на улице Почтовой. На нарушителей составлено более ста протоколов. С 1 ноября вступил в силу ряд новых законов и регламентов, призванных упростить жизнь обычным гражданам. Например, европротокол при ДТП теперь можно будет оформить онлайн, а за некачественные услуги ЖКХ можно пересчитать платежку. Об основных изменениях расскажет Максим Васильев. Автоматическое продление так называемых путинских выплат на первого и второго ребенка до трех лет – один из самых важных шагов ноября. Указ о пролонгации президент подписал, говоря шахматным языком на флажке, 27 октября депутаты Госдумы сработали оперативно, и теперь молодым мамам не нужно собирать никаких документов. Слово «автоматически» предполагает всю бумажную волокиту оставить госструктурам. Размер выплат тот же – 50% детского прожиточного минимума. Для Рязани это примерно 4 900. Для тех, кто еще не обращался, все еще существует право на получение всей суммы за полугодие. Еще одна новая опция у граждан в сфере ЖКХ. Нерадивых коммунальщиков теперь можно будет наказать рублем. Вступил в силу указ Владимира Путина, по которому услугу, оказанную, цитата, с нарушением качества или перерывами, превышающими установленную продолжительность, конец цитаты, можно оспорить и пересчитать. От одной платежки, конечно, недобросовестные управляющие компании вряд ли пострадают. А вот если иск будет коллективным, по карману ударит нешуточно. Возможно, скоро вообще платить за коммуналку не нужно будет бедным семьям с доходом на уровне или ниже прожиточного минимума. Инициатива такая есть, надо ждать вердикта народных избранников. Но пока правительство просто продлило временный порядок предоставления субсидий на оплату ЖКУ до конца этого года. С 1 ноября изменились правила и для автомобилистов. Теперь Европротокол на месте ДТП можно оформить онлайн, не вызывая наряд ГИБДД, причем вне зависимости от региона. Для этого нужно, чтобы оба участника были зарегистрированы на госуслугах. Кроме того, с ноября перестанут выдавать бумажные ПТС, паспорта транспортных средств. Получить их в таком виде можно будет только в исключительных случаях, при потере. Во всех остальных ПТС станет электронным. При покупке новой машины автовладельцы получат лишь выписку. Самое экзотичное изменение ноября – появление официального ГОСТа по созданию эко-дуков. Мостов или тоннелей для перехода животных через скоростные автотрассы. Пока что в России всего одна такая тропа в Калужской области. Новый национальный стандарт обяжется строить дороги, учитывая миграции зверей. Возможно, рязанские власти придумают ему применение. Скоростных трасс в области хватает. Максим Васильев, телекомпания «Город». Полюбил я туманы и росы. В своей очередной выставке рязанский живописец не случайно предпослал в качестве названия перефразированную строку из стихотворения Сергея Есенина. Художник долгие годы живет и работает рядом с селом Константиново. Видит из окон своей мастерской тот же пейзаж, что окружал поэта. Не выпуская кисти из рук, в любое время года и в любую погоду, наблюдая разные состояния природы, Анатолий Григорьевич Ларюнин тонко чувствует неразрывную связь и с поэзией Есенина, и с рязанской землей. Тающий весенний снег, вот цветы закаты на деревьях, купола храмов на фоне летнего неба, березы среди рязанских полей. Все это возникает явно перед зрителем, оказавшимся напротив картин Анатолия Ларюнина. У меня возникли какие-то слова, тихая моя родина почему-то, вот такая характеристика этой выставки у меня внутри. Я пришел недавно, ну в общем людей мало, шуму совсем почти не было. И вот эта тишина, которая возникает внутри меня, вот она передалась мне, видимо, от работы Анатолия Григорьевича Ларюнина, ровесника нашего союза, 80 лет и тому, и другому. Выставка, которая открылась в художественном музее, приурочена к 80-летнему юбилею художника. Казалось бы, внушительная дата, но несколько минут беседы с мастером и все стереотипы о возрасте развенчаны. Последние работы, они несколько отличаются по тональности, по цвету. И это говорит о том, что действительно художник молод, сердцем, он ищет все время. Не просто ищет, а находит какие-то красивые новые решения. И поэтому его работы всегда интересно очень смотреть, потому что он творчески всегда на ходу и всегда в движении. Основной круг живописных поисков художника связан с лирическим пейзажем. Каждое движение в природе, мимолетность мгновения художник мастерски передает на холсте. С каждой картиной связана своя история. И лучше других об этом знает супруга Анатолия Григорьевича. Сама погруженная в творчество и вдохновленная народными мотивами. Художник-керамист Галина Сметанина. У нас там овраг есть, куда видно вешними водами яблоки скатываются из садов. И со временем, так как уже стали люди мало косить траву, и вырос целый яблоневый сад. Когда мы туда пошли, туман был, была невероятная красота, вот это ощущение. Мы набирали полные рюкзаки яблок и снова карабкались вверх. И вот это ощущение, просто оно лично и мной было пережить. Казалось бы, константиновские пейзажи знакомы наизусть. Художник уже не одно десятилетие рисует есенинские мотивы. Но в рассветный час или в осенний туман один и тот же овраг выглядит иначе. Поэтому Анатолий Ларюнин, поднимаясь ни свет ни заря, в свои 80 лет все так же спешит с этюдником к любимым местам, чтобы увидеть их по-новому и запечатлеть на своем полотне состояние. Я очень люблю природу рязанскую, особенно с есенинским уклоном. У нас избушка близко в селе Фиякино, и поэтому я там по буграм хожу сколько угодно. И зимой, и летом, и весной, и в слякоть, и в дождь хожу, потому что это самые мои любимые такие мотивы. И у Есенина это есть, он тоже это все любил. В постоянном развитии и стремлении открыть новый способ передачи состояния природы на полотно, своего настроения и видения в картину, 80-летний Анатолий Ларюнин не останавливается. А его прогулки с этюдником по Есенинским холмам замирают на холстах сказочными мгновениями. Выставка «Полюбил я туманы и росы» открыта для посетителей до 29 ноября. Марина Комиссарова, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Депутаты Рязанской городской думы одобрили инициативу активистов Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры отреставрировать знаменитый памятник деревянного зодчества регионального значения. Подробности расскажем далее. Дом купца Овсянникова – один из образцов деревянного зодчества. Объект культурного наследия в центре Рязани был передан активистам ВАПИК в аренду на 49 лет по цене 1 рубль за квадратный метр, но с охранными обязательствами. Само историческое здание расположено на улице Семинарская, 14. Несколько лет назад дом Овсянников расселили и собирались сносить. Так как, по мнению нашего общества, которое занимается охраной памятников, мы решили его спасти. Это 19-20 век, деревянная застройка, вот именно русский стиль. Нынешнее состояние памятника регионального значения оценивается неудовлетворительно. Однако арендатор, местное отделение Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры в обмен на льготные условия должен за свой счет разработать проект современного использования здания площадью 577 квадратов и провести его реставрацию. Обязанность после заключения договора, это за два года мы должны разработать проект или нанять кого-то, кто разработает проект специализированной фирмы, а потом это здание отреставрировать. За 7 лет мы должны его отреставрировать и после этого уже эксплуатировать это здание. Планируется сохранить объект и приспособить его для собственной деятельности. В планах открыть в исторических стенах народную школу резьбы по дереву, швейное ателье, а на втором этаже музей купеческого быта и истории домов Рязани. Максим Яковлев, Андрей Тюрников, телекомпания «Город». Первая неделя ноября будет теплой, по крайней мере, так обещают синоптики. 2 ноября воздух прогреется до 8 градусов тепла. С каждым следующим днем температура будет расти на 1 градус. В среду будет уже плюс 10, однако к четвергу температура упадет до 8 градусов, а в пятницу и того ниже, до плюс 6. Ночами обещается от плюс 3 до плюс 6 градусов. Согласно прогнозу, ожидается преимущественно небольшая облачность. Это были все новости на данный момент. Еще больше информации вы сможете узнать на нашем официальном сайте город62.тв и в группе в социальных сетях. А на этом я с вами прощаюсь. Хорошего вам дня и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин